МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа Республика. О главных новостях прямо сейчас в студии Ольга Алексеева. Смотрите сегодня. На связи бизнес. День российского предпринимательства отметили онлайн. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Оперативно и жестко. Ядринский район взят под особый контроль в связи с ростом заболеваемости. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Прайм-тайм на удаленке. Инженерные каникулы онлайн в Новочебоксарском технопарке Кванториум. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Профилактические меры уже не помогают. Эпидемиологическая обстановка в Ядринском районе осложняется с каждым днем. По состоянию на 25 мая 170 заболевших. Зарегистрировано 138 домашних очагов инфекции с числом контактных лиц 429 человек. Из них 132 ребенка. По распоряжении в Рио главы Чувашии сегодня в Ядрине побывала рабочая группа оперштаба, чтобы разобраться в ситуации на месте. Статистика удручающая. Болеют взрослые и дети. Город Ядрин и район входят в список пяти территорий, где выявлено большое количество зараженных. Члены рабочей группы прошли по некоторым точкам и обнаружили множественные нарушения. Антисептик это? А почему не в... А там же у них в этой упаковке. Это у больших, да? Да. В торговых точках не соблюдается масочный режим, отсутствуют дезинфицирующие средства, а домашние очаги заражения еще одно весомое подтверждение неэффективности проводимых мер. Все мероприятия, о которых вы говорили, что они выполняются, они не выполняются по факту. Это все формальный подход, формализм. И если мы это неисправим и не приведем в тот должный вид, у нас ничего не получится. У нас также будут расти и также будут формироваться гигантские очаги. Ну это же смешно, когда говорите там, сколько вы сказали, 127 мероприятий не проверили, и одно нарушение за нарушение масочного режима. Ну не пойми ни за что. Хотите сказать, в каждой торговой точке стоит там дезинфицирующие средства, и каждый продавец торговой точки раздает все маски, у кого их нету, у посетителей? Да нет этого. На основании предписания Роспотребнадзора, на основании решения рабочей группы, мы вышли с инициативой главе усилить и ввести дополнительные ограничительные мероприятия, которые будут действовать в течение ближайших, ну минимум двухнедельной территории Ядринского района. Что это значит? Ну, во-первых, мы возвращаем ограничение свободного перемещения, и граждане старше 65 лет должны будут по-прежнему соблюдать режим самоизоляции на дому. Место расстояния и причина для выхода граждан Ядринского района из дома, она также будет ограничиваться походом в магазин, в аптеку. Еще одна спецмера – запрет на уличную торговлю. Приостанавливается работа рынков и ярмарок. Вдвое сокращается количество торговых точек, в ассортименте которых присутствуют предметы первой необходимости и продукты. Под запрет подпадают и предприятия сферы услуг. Берется под контроль въезд на территорию района. На подъездах к городу Ядрин будут установлены, и сегодня, с завтрашнего дня, начнут работать контрольно-пропускные пункты, установленные Министерством внутренних дел. Все лица, которые будут приезжать из других регионов в Ядринский район, будут останавливаться на постах, и всем им будут выдаваться письменные уведомления, которые обязывают их в течение 14 дней соблюдать режим самоизоляции. Безусловно, необходимые санитарно-гигиенические средства в район поступят. Будет усилена дезинфекция улиц, остановок и других общественных пространств. Мобильные группы будут проверять соблюдение масочного режима в транспорте, заполненность салонов должна быть не более чем на 50%. Валерия Дружнец, Андрей Шоклев, Республика. По данным сайта stopcoronavirus.rf, в Чувашии 2472 случаи заражения коронавирусной инфекцией, из которых 85 за последние сутки. 765 человек выздоровели. По данным сайта Чувашии без паники, в АллатРе от двусторонней пневмонии умерла медицинская сестра 1976 года рождения. С 20 мая она находилась на амбулаторном лечении с диагнозом ОРВИ. 22 мая после тестирования был подтвержден положительный результат мазка на COVID-19. В Чувашии медики скорой помощи получили страховые выплаты. Речь идет о тех сотрудниках службы, которые при выполнении трудовых обязанностей заразились коронавирусом. Они получили по 68 811 рублей. По данным Минздрава Чувашии, на предоставление COVID-выплат врачам в республиканском бюджете предусмотрено 333 миллиона рублей. Большая часть этой суммы уже переведена медикам. Так, 124 миллиона рублей получили врачи, непосредственно работающие с зараженными. Еще 43 миллиона – сотрудники больниц за особые условия работы. 26 мая в Чувашии, как и по всей стране, отмечается День предпринимательства. Этот праздник учрежден указом президента России в 2007 году. Трансляция торжественного мероприятия велась на национальном телевидении Чувашии, а также в соцсетях. Было несколько прямых включений с торгово-промышленной палаты «Бизнес-инкубатора». Предпринимателей поздравил в Рио главы Чуваши Олег Николаев. Он был на связи из Дома правительства. Бизнес, с одной стороны, чувствовал себя комфортно, с другой стороны, имел возможности реализовать самые амбициозные цели и задачи. И чтобы и технологически, и ресурсно мы были с вами конкурентны со всеми предприятиями, независимо, где они находятся – на территории Российской Федерации, либо за рубежом. И текущий анализ показывает, что у нас такие возможности есть. Герои дня – люди, решившие когда-то открыть свое дело. И неважно, большое оно или маленькое. Сегодня же объявили имена победителей республиканского конкурса. Как сказал Олег Николаев, это самая целеустремленная и активная часть нашего общества. В числе победителей и те, кто активно использует инструменты господдержки. Это высокая награда, в первую очередь, результат работы всего коллектива аудитовской консалтной группы «Эталон». Сказать большое спасибо всем своим коллегам за их труд на протяжении 19 лет в служении благородной миссии помогать бизнесу и предпринимателю Чувашской Республике. Всех в праздник! Одно из предприятий, которое по результатам 2019 года оказалось лучшим – завод инновационных технологий. Еще 10 лет назад на этом месте была заброшенная плодово-овощная база. Теперь преуспевающее предприятие – яркий пример, чего можно достичь, имея трудолюбие, предпринимательскую жилку и государственную поддержку. Завод инновационных технологий – один из победителей конкурса «Лучший предприниматель» 2019 года. Мы уже участвуем второй раз. В первый раз мы участвовали и победили в номинации «Лучше малое предприятие». Сейчас мы уже участвуем и победили в номинации «Лучше среднее предприятие». Именно господдержка позволила нам перейти из разряда «малое предприятие» уже в среднее предприятие. Завод инновационных технологий специализируется на выпуске низковольтных комплектных устройств. Предприятие известно тем, что выполняет заказы любой сложности быстро и качественно. Во многом потому, что металлоконструкции изготавливают сами. В 2016 году приобрели координатный пробивной пресс фирмы «Муратом». Сразу же удалось повысить и производительность, и качество. Точность данного станка исчисляется в тысячных долях. Поэтому тут качество отличное. Часть затрат на приобретение прессы предприятию возместило по специальной программе «Минэкономразвитие». Средства вложили в дальнейшее расширение. Сегодня ЗИЦ – современное предприятие, с которым охотно сотрудничают местные электротехники. Экро-электроприбор, релематика, электроавтомат, и на которые охотно идет работать молодежь. Средний возраст коллектива – 32 года, а средняя зарплата в полтора раза больше. В условиях коронавируса многие предприниматели, как и начинающие, так и опытные, столкнулись с трудностями. В связи с этим бизнес-инкубаторы страны усилили работу. Одно из направлений – сервис «Мой бизнес». Как он работает, обсудили на совещании в Рио главы Чуваши Олега Николаева с организациями, оказывающими поддержку малому и среднему бизнесу. Центр «Мой бизнес» создан в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Обратившись в центр, любой предприниматель, начинающий или опытный, может получить весь спектр услуг, связанных с началом и ведением бизнеса, подать необходимые документы. Сегодня эта площадка объединяет услуги таких организаций, как Агентство поддержки малого бизнеса, Гарантийный фонд, МФЦ, Центр поддержки и экспорта, Корпорация развития, Фонд развития промышленности. «Разработали более 30 бизнес-планов, это, наверное, то, что касается как раз-таки от идей, и провели ряд обучающих программ, как для молодежи, так и для бизнеса, включая в режиме онлайн. До периода пандемии мы очень активно встречались, в том числе и с молодежью, проводили такие тренинги, как генерация бизнес-идеи на площадках Канарского финансового колледжа, на площадках в рамках мероприятий WorldSkills на территории школ. И, как я сказал, уже для действующего бизнеса тоже проводили активно семинары и форумы». В условиях коронавируса предпринимателям пошли навстречу, создав льготные условия для получения займов и увеличив их размер. «Мы снизили, во-первых, тарифную ставку по вознаграждениям, предоставили 50-процентную скидку для всех отраслей, кто пострадал, непосредственно увеличили лимит на одного заемщика, если было раньше 10% от гарантийного капитала, то есть заемщик мог обратиться на 56 миллионов, то сейчас увеличили до 15 максимальных процентов, то есть 88 миллионов заемщик может единовременно получить». Руководитель региона Олег Николаев отметил, что сегодня принят законопроект о введении в Чувашии специального налогового режима. Самозанятым важно предоставить возможность легализовать свою деятельность. Это дает им дополнительные преимущества, в том числе и получать поддержку в условиях ограничительных мер. Александр Соловьев, Маргарита Мельникова, Андрей Шоклев, Республика. Выборы главы Чувашии, новый налоговый режим для самозанятых, поддержка малого и среднего предпринимательства. Основные темы очередной 41-й сессии Государственного Совета Республики. Использовать портал госуслуги для сбора подписей избирателей в поддержку самовыдвижения кандидата на должность главы Чувашии. Это основные изменения, которые госсовет предлагает внести в закон о выборах главы республики. При этом количество избирателей, которое может быть собрано таким образом, должно составить не более 25% от количества подписей избирателей, необходимого для регистрации кандидата. Объединить усилия власти, бизнеса и общественных институтов, чтобы найти эффективные пути преодоления последствий пандемии. Еще одно направление, в котором работают парламентарии. Госсовет решил направить обращение к первому заместителю председателя правительства страны Андрею Белоусову. В нем просьба о предоставлении дополнительных мер поддержки тем отраслям экономики, которые не попали в список пострадавших от пандемии, но понесли значительные убытки. У нас есть санаторно-курортное учреждение, но, к сожалению, поддержку дают только субъекты малосредственного предпринимательства. При этом у нас 50 курортных учреждений Чувашской эспублики не попадают под субъекты малосредственного предпринимательства, соответственно, не имеют права получать поддержку, хотя также не работают и не получают дохода. Депутаты обсудили и введение в Чувашии специального налога на профессиональный доход. Он позволит комфортно работать самозанятым гражданам и индивидуальным предпринимателям, чей годовой доход не превышает 2 миллионов 400 тысяч рублей. Их ждет упрощенный порядок уплаты налогов. Так, физические лица в год должны заплатить 4% от дохода, индивидуальные предприниматели – 6%. Причем этот доход 63% от этих сумм поступит в республиканский бюджет, 37% будет поступать в фонд обязательного медицинского страхования. Кроме того, физические лица освобождаются от НДФЛ, налог на доход физических лиц, а индивидуальные предприниматели освобождаются от уплаты НДС. И вот практика показывает, что это в основном такси, водители такси, обслуживание, транспортное обслуживание, парикмахерские, бытовые обслуживания, сдача в наем квартир. Вот такой вот перечень. Нам неплохо для нашей республики дать возможность людям работать легально и в то же время небольшую казну пополнять нашу бюджет. Эксперимент по установлению специального налогового режима проводится на территории России с начала прошлого года и продлится до конца 2028-го. В нем уже участвуют 20 субъектов нашей страны, 10 из них ПФО. Юлия Важенина, Анжелика Григорьева, Игорь Зверев, Республика. В Чебоксарах полицейские задержали молодого человека, который дважды проник в чужую автомашину ради забавы. На ней он решил прокатить своих друзей. О необычном угоне наши коллеги с пресс-службы МВД Чувашия. ВАЗ-2114 в черном кузове была угнана в начале мая. Хозяин припарковал ее возле жилого дома по улице Кадыкова, откуда ее благополучно увели. На этих кадрах 14-я заезжает на АЗС, чтобы заправиться перед ночной поездкой. Пропажу железного коня автовладелец заметит лишь под утро и обратится в полицию. Были проведены мероприятия, ориентированы наружные наряды, наряды дорожно-патрульной службы, в результате чего автомашина была обнаружена также на территории Ново-Южного района, то есть злоумышленник, покатавшись на ней, оставил ее без присмотра. Однако машина и во второй раз привлекла внимание злоумышленника. Спустя несколько дней, как ее вернули владельцу, 14-ю вновь навестил 25-летний житель Чебоксар. Правда, во второй раз развлечься не удалось. Машина отказалась заводиться, а сам нарушитель был пойман полицейскими с поличным, когда пытался запустить двигатель с толкача. Сотрудниками полиции за что задержан? Пытался угнать автомобиль. Хотели поездить. В итоге она не заводилась, начали толкать. В итоге завели? Нет. Вообще не заводили? Вообще не заводилась. В настоящее время молодой человек под подпиской о невыезде. По факту неправомерного завладения автомобилем возбуждено уголовное дело. Чебоксарцу, который в 2010 году уже привлекался к ответственности за кражу, грозит до пяти лет лишения свободы. Новые школы и детские сады. Формирование цифровой среды и обеспечение школьников горячим питанием. На еженедельном совещании в Рио главы Чуваши Олега Николаев озвучили основные пункты развития сферы образования республики на ближайшие четыре года. Одна из основных целей к 2024 году обеспечить стопроцентную доступность дошкольного образования для детей от полутора до семи лет. По словам министра образования и молодежной политики Чувашской республики, дошкольное образование сегодня предоставляет 334 детских сада. Это позволяет охватить более 78% детей. Благодаря участию республики в нас в проекте 2019 года было построено 15 новых зданий детских садов на 3080 мест. Однако проблема нехватки мест сохраняется и доступность дошкольного образования для детей старше полутора лет и сегодня составляет 83,5%. Поэтому строительство детских садов будем продолжать и к 2024 году мы должны выйти на 100% доступность дошкольного образования для детей старше полутора лет. Проблема нехватки мест актуальна и для школьного образования. Из почти 140 тысяч школьников 8 тысяч вынуждены учиться во вторую смену. Для решения этой проблемы к 2022 году будет построено 6 новых школ. Важно, чтобы дети имели равные возможности для получения общего образования, независимо от места проживания. Эффективным является проект по созданию в сельских школах центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», который позволяет школьникам получать современное качественное образование по таким предметам, как технология, информатика, ОБЖ, а также дополнительное образование по IT-технологиям, медиатворчеству, шахматам, проектной и пневморочной деятельности. Всего на сегодня в 40 таких центрах обучается 12 тысяч детей. К 2024 году мы планируем создать 180 тысяч роста в сельских школах и малых городах. С большим вниманием подойдут и к обеспечению образовательных учреждений интернетом. Через 4 года все школы будут оснащены компьютерами, презентационным оборудованием и высокоскоростным широкополосным интернетом. Позаботятся и о горячем питании школьников. Для первых четырех классов обеды должны быть бесплатными, сказал президент страны во время ежегодного послания Федеральному собранию. Средства будут выделяться из бюджетов трех уровней. В этом году в 190 школах запланирована модернизация технологического оборудования и пищеблоков, что даст возможность перехода на обеспечение бесплатным горячим питанием всех учащихся с 1 по 4 класса, начиная с 1 сентября, с охватом 100%. Валерия Друженец, Игорь Зверев, Республика. Инженерные каникулы онлайн. Новочебоксарский детский технопарк «Кванториум» предлагает школьникам увлекательно и с пользой провести летние каникулы. Альтернативный способ отдыха детей от 7 до 14 лет пройдет в режиме онлайн на интернет-платформах, рекомендованных Министерством просвещения Российской Федерации. Инженерные каникулы будут наполнены увлекательными мастер-классами с лучшими наставниками и специалистами, кванта-квизами, квестами, интерактивными встречами с интересными людьми республики. По итогам смены все участники получат сертификаты, а самые активные – приятные сюрпризы. Первая смена стартует 1 июня и продлится по 11 июня. Вторая смена пройдет с 15 по 26 июня. Это были новости вторника. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok